Ребята, снова всем привет! Сегодня я увидел очень классный тикток, связанный с селедкой. Здесь люди показывают, как легко и просто очистить селедку. Очень много видео. Поэтому, посмотрев их, мы решили проверить, работают эти лайфхаки или нет. Ссылочки я оставлю в описании под видеороликом. Изначально селедочку мы почистим. Не вздумайте выкинуть икорку. И так же поступим со второй. Теперь, следующая задача. Нужно ее очистить. То есть, крутим ее за хвост, держим за хвост, крутим и вот так вот раздаем. Но, в каждом видеоролике селедка по-разному чистится. У кого-то уже вот эта шкурка снята. Кто-то надрезает сверху. Мы сейчас ничего делать не будем. Мы сейчас именно сделаем так, как вот она сейчас лежит. Как вы только что видели. Мы ее очистили, промыли и все. Итак, ребята, ответственный момент взял. То есть, берем вот так вот. Чик. Чик. Теперь, давайте. Кручу на себя. Снимай меня. Оп. И... Ребята, разрывать сейчас буду пытаться. Ни хрена, она не рвется. Не рвется. Вот вам и тикток. Значит, может, я не так ухватил. Не получилось. С этой не получилось. Одни расстройства, ребят. Теперь, значит, мы проэкспериментируем на вот этой селедке. Сейчас мы ее очистим. Правильно? И... Блин, все поприлипало. Все очистим, короче. И попробуем сделать так, как показано в некоторых видосах. Значит, что ты сейчас будешь делать? Разрезать вот так вот спинку, да, сверху? Для чего это делается? Для чего эта процедура делается? Для того, чтобы снять шкурку, да? Ребята, смотрим все внимательно. Вот так вот разрезали. Теперь мы сейчас снимаем вот эту шкурку. Видимо, она препятствует нормальному разрыванию селедки. Так, как ты ее снимаешь? Так вот поддеваешь, да? И она не снимается. А, нет, снимается. В общем, снимаем вот эту пленочку, шкуруку. Видите, тянется. Вот таким образом поступаем. Переворачиваем на следующую сторону и делаем все то же самое. Ну, а теперь, ребята, можно попробовать вот эту селедку разорвать. Та не получила. Видите, какая она, как после бомбежки. Сейчас будем вот эту пробовать. Ну, с богом. Беру хвост. Пополам его вот так вот. Держу. Теперь смотрите. Некоторые тиктокеры показывают, что можно ее не крутить. Есть люди крутят ее. Непонятно зачем. Ну, ладно. Давайте прокрутим. Она уже, в принципе, и так пошла рваться, если честно. Только ухватила, она уже пошла. Ну, ни хрена себе. Вот так вот. Век живи, век учись. Все работает, все отлично. Поэтому, ребята, обязательно нужно убрать шкурку для того, чтобы она нормально вот таким образом разорвалась. Если интересно, посмотрите дальше, что будет происходить у нас на кухне. Если не интересно, бегом пробуйте разрывать селедку. Все у вас получится. И ссылочки на те тиктоки, которые мы посмотрели, я обязательно оставлю в описании. Перейдите, подпишитесь, поставьте сердечко, лайки, напишите комментарии, что этот лайфхак проверили на канале Обзорочка ТВ. Вытираем столб, подготавливаем его к очередной съемке, то есть к этой второй части наших бла-бла-бла. И что ты сейчас будешь делать? Давай ее отложим в сторону, которая у нас, видите, взрывоопасная получилась. Так, что? А ну попробуй, давай сейчас ты комментируй хоть что-то. Убираем пленку. Пленку убираем, да? Которая плохая. Это, ребята, та часть, где кости нет. Вот она кости, вот тут еще она. Кости как бы остались, но... Да, попробуем еще кости убрать. Да, здесь, видите, мелочь осталась, которую нужно, конечно же, убрать. Возможно, у вас получше получится ее разрывать. Но какие-то остатки все равно пооставались, поэтому требуется вмешательство для того, чтобы... Покажи. Вот, видите? Для того, чтобы тушку до конца очистить. Так, теперь, ты вот эту пленочку убираешь, да? Угу. Вы можете тоже убрать, а можете не убирать. В принципе, промыли. И этого достаточно, но она может горчить. Поэтому, можете сделать так же, как мы сейчас поступаем. Правильно, убираем тоже его. Ребята, перед съемкой пошли на рынок, чтобы купить селедку. Планировали одну купить. А жена говорит, купи две штуки, на всякий случай. Почему? Потому что ты, как всегда, что-то запоришь. Пусть будет запасная селедка лежать, на всякий случай. И так оно и произошло. Вот так вот, видели? Вот. Мои... Моя невнимательность. Возможно, я там не досмотрел, эти тиктоки. Но я думаю, наверное, еще несколько человек поступит так же, после просмотра их, как и я, в первом случае. Поэтому, чему быть, тому не миновать. Ну, зато мы вам показали все, как она рвется со шкуркой и без шкурки. Первая половинка готова. Теперь приступаем к той, которая с костями. Так. Вот там, где вы на спине делали надрез, можете таким образом пальцем пройтись. Вот. Чтобы сейчас отслоить мясо от позвоночника. Вот так вот. Обрезаем опять хвост. Выкидываем и... Идем на разрыв. Получается нормально. Угу. В общем, быстрее такой вариант чистки? Угу. Получается, да. А чем он быстрее? Угу. Кости. Кости остаются все в позвоночнике. Но все равно ты часть это убираешь какую-то. Все равно же остается здесь часть. Угу. Ну, мало. Меньше. А если, допустим, ты как стандартно чистила, да, то костей больше, да, остается? Ну, да. Все равно, видите, ребят, немножко остается. Нужно ручками, не без этого, да, надо поубирать. Вот она висит. Тут еще много мелких. Еще мелкие, да, поставались? Ну, это такие, которые живут. Ну, которые можно, да, которые незаметны будут. Так. И теперь давай-ка показывай, как ты сейчас будешь отрывать кости. Так вот, ребята, проходят съемки лайфхаков. У нас, кстати, есть плейлист в YouTube. Проверка лайфхаков. Мы уже не один лайфхак проверили. В большей части они работают. Буквально недавно проверяли лайфхак. Как жарить рыбу на старой сковородке. Ребята, не поверите, достали самую старую сковородку. Пожарили, аж бегом. Ни разу не прилипло. Как мы это сделали, обязательно посмотрите. В конце видео. Даже... Ой, ребят, я еще не опубликовал это видео. Поэтому... А, нет, опубликую. Я уже опубликую. Это видео будет у нас позже, то раньше. Поэтому в конце видео появятся вот тут рекомендации. Сейчас появится здесь рекомендация. И в конце видео появятся прямоугольники. Поэтому имейте в виду так. Как отрывание позвоночника прошло успешно? Да. Отлично, да? То есть тебе такой метод чистки селедки нравится? Прикольно. Нормально, да? Угу. Все, отлично. Это самое главное, что и требовалось доказать. То есть сейчас, ну вообще, когда ты будешь покупать селедку, ты будешь этот хак применять. Наверное. Ну смотрите, ребят, крутить не обязательно за хвост. Почему? Потому что вы видели, да? Когда я записывал вторую селедку. Я просто взял за хвост, разделил, и она уже начала рваться. Возможно, когда вы крутанете, она еще улучшируется. Но точно тут, я не знаю, у нас просто нет третьей селедки, чтобы сейчас проверить именно этот вариант без прокрутки. Поэтому уже смотрите сами, как, как, что к чему и как. Так, все, садимся есть. Ну и конечно же, друзья, сварили вот такой вот картофанчик, который сейчас будем кушать селедочкой. Как без картофана? Селедка, ну никак не зайдет. Поэтому картошка у нас, это в обязательном порядке. Кстати, рецепт, как и вкусно готовить, есть на нашем канале. Ребята, надеюсь, все прекрасно и доступно вам объяснили. Видео, надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте свои лайкосы. Кушайте селедку на здоровье. Говорите картоху по нашему рецепту. И все будет окей. Желаю всем приятного аппетита. Всем до новых встреч. Пока.